Ну вот такая ситуация, увы, не исключение. Жители, отчаившиеся добиться внятного ответа на вопрос, когда будут вода и отопление, записывают видеообращение. Город Химки, центр города Юпилейный проспект 22. Произошел прорыв. Вот такая вода, которую вы видите сейчас на видео, течет по нашей главной улице, по Юпилейному проспекту, но в домах этой воды практически нет. Четыре дня получают люди еле-еле холодную воду. А сегодня произошел выпиющий случай. В нескольких домах полностью отключили воду безо всякого предупреждения. Жители звонили, писали во все возможные инстанции, куда можно. Трубки не брались, нам брали о том, что заявок нету, хотя номера заявок у нас есть. И в итоге мы до сих пор, время 9 вечера, мы до сих пор без воды. Нету ни капли воды. Мы вынуждены с ведрами набирать грязную воду из луж, чтобы для хотя бы какой-то самой необходимости эту воду набрать. Извините, вот я за коломбу. Пожалуйста, услышьте нас. У нас маленькие дети, у нас беременные женщины, у нас старики. Мы сейчас пойдем помогать им набирать эту воду. Вот по данному факту Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье халатности, статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Так что, чиновники зашевелились? Давайте узнаем. На связи житель Химок Дмитрий. Зубарев, Дмитрий, здравствуйте. У нас происходит резкий прорыв возле 17-го дома. На этот прорыв, не обращая внимания местной власти, дня 4 точно не обращали, пока эта вода не начала топить весь Юбилейный проспект. Что они делают? Они просто отрубают воду в этом прорыве, тем самым лишая воды соседние дома. Там более 4 штук. Юбилейный 20, Юбилейный 22, Юбилейный 17 и так далее, Юбилейный 10. Но это вызвало общественный резонанс, ну и понятно. Ну и привлекло внимание Следственного комитета, в принципе. Чему мы очень рады. 8 число в указанных домах полностью не было выполнено то, что было обещано. То есть полноценная горячая вода, полноценное отопление. Я в свой выходной взял, с утра пораньше проснулся и пошел сам лично по вот этим домам, по подвалам. Что увидел я, лучше не видеть никому из всей этой инициативной группы, потому что это, как говорится, гнилой снаружи, гнилой внутри. То есть трубы в печальном состоянии, все капается, течет. Что ждет в Кимке в этой зимой, ну сложно представить. Очень надеемся на проверку Следственного комитета и что это как-то побудит, исправит. После прорыва сидели без воды ровно двое суток, без горячей и холодной. Определенные там два дома сидели точно. Кто-то сидел без горячей воды, кто-то сидел без холодной воды. Сейчас снабжение восстановлено, но наблюдаются большие перепады. Давление маленькое, горячей воды. У кого-то она остывает после девяти часов вечера. То есть до девяти, если не помыться, то после девяти ты будешь как-то выкручиваться потом сам. Ну, на связи с нами был Дмитрий Зубарев. Дмитрию спасибо, но надеемся, что все-таки эту ситуацию, школь она теперь под контролем у главы Следственного комитета, все-таки каким-то образом решат. Кстати, отопительный сезон начался. А в чем проблема к нему подготовиться вовремя?